Максима Волкова называют Салдинским богатырем. В 2017 году на дне рождения в СМПО обработчик поверхностных пороков металла цеха номер 22 оказался самым сильным и выносливым тяжелоатлетом. Ему покорились штанги, гири и суперзвание Мистер Титан. Тяжелые снаряды слушаются и подчиняются Максиму с 10 лет. Именно тогда он впервые пришел в спортивный зал «Чайки» к тренеру Анатолию Бессонову. Благодаря усердным тренировкам и силе воли юноше в кратчайшие сроки удалось выполнить норматив первого взрослого разряда. Затем он взял паузу, а в 23 года вернулся в спорт. Я, конечно, был удивлен и рад, что если человек, думаю, придет, думаю, он еще не все выполнил, что мог. И действительно лет 25, наверное, Максим появился в зале, хотя уже работающий на ВСМПО и семья многодетная, трое детей. Это было трудно, конечно, выбрать время для тренировок и соревнований. Но все-таки он появился и с таким энтузиазмом начал тренироваться, что я-то сначала думал, ну, первый разряд делал в молодости, все-таки сейчас уже годы не те. Думаю, может быть, кандидата, может быть, попробуем кандидата выполнить. И через два года получилось кандидата выполнить. 2017 и 2018 годы принесли Максиму небывалый успех. Салдинец прошел финал крутых соревнований в Москве «Железная лига Гераклиона» и в категории спортсменов-профессионалов занял первое место. А в июле нынешнего года наш богатырь продемонстрировал свою силу в Гераклиаде, на которую съехался весь свет. Туда сразу приехал на стадион, сразу там увидел и олимпийскую чемпионку, как бы уже такое впечатление, и чемпиона мира Алексей Ловчев, что они находятся, видно, все время там при салюте Гераклиона. Сразу приехал, там уже шли как раз соревнования. Первый подход подошел, 135, потом сразу 150. Ну, все как бы сделал легко, потому что у меня лучшая в толчке 166. 150 сделал, и этого мне уже хватало, чтобы я занял второе место до первого, потому что кто занял первое место, это, ну, во-первых, в сборной России, занимается профессионально, это у него каждый день тренировки, что до него мне еще как бы это, ну, далековато. В рывке и толчке Максим суммарно поднял 283 килограмма, заняв второе место. На всероссийских соревнованиях Гераклиада тяжелый атлет решил испытать себя и в легкой атлетике, пробежав 100 метровку. Среди 40 спортсменов Макс стал четвертым. Участие в столь престижном фестивале спорта для салдинского спортсмена стало возможным благодаря финансовой поддержке корпорации ВСМПО «Висма». Также хотелось поблагодарить, очень большую благодарность Михаилу Викторовичу Воеводину, большое вам искреннее спасибо, что вы дали мне такой шанс. Съездить, представить нашу верхнюю салду. Хотелось, конечно, мне победить, но не получилось, но я надеюсь, что все равно выиграем. Победа Максима – радость и для его тренера. Помимо кубков и медалей, Вадим Мегачев хранит почти все вырезки из газет, в которых упоминаются достижения верхнесалдинских атлетов. Максим – очень позитивный человек, и этим он подает хорошие примеры начинающим, спортсменам, и те, кто сомневаются, думают, как, что получится, не получится. На его примере многие смотрят, и действительно достойный пример для подражания, многие идут за ним следом. Максима во всем поддерживает его семья – супруга Ольга и ребятишки. Он для них пример и опора. Многодетный папа частенько берет на тренировки в чайку среднюю дочь Милену. Девочка с удовольствием повторяет за папой разминочные упражнения, радуется его победам и всегда верит в папин успех. Девочка с удовольствием повторяет за папой разминочные упражнения, радуется его победам и всегда верит в папой разминочные упражнения. Девочка с удовольствием повторяет за папой разминочные упражнения. Девочка с удовольствием повторяет за папой разминочные упражнения.